Всем-всем огромный привет! Всем привет! Мы с Максимкой сегодня пришли делиться своей радостью. Дело в том, что утром у меня муж пошел на почту, чтобы отправить два моих заказа. Игрушки, которые были заказаны. И возвращается домой с огромной коробкой. Я так была удивлена, потому что не ждала ничего подобного. Вернее, я жду одну посылку. Но сегодня она не приехала. И как оказалось, что Настюшка, Анастасия Гиммельштейн, привет тебе, моя хорошая, прислала нам сюрприз. Макс довольный. Мы его на самом деле открыли уже втихую, без вас. Потому что хотели порадоваться, посмотреть. Настолько было интересно что там. Сейчас у нас в окно очень яркое солнце. Мы его прикрыли немножко полотенчиком, чтобы Максимка у нас в кадр попал. Ему хотелось с вами поздороваться и сказать спасибо Настюше. Ну и будем сейчас показывать, что же к нам приехало. Да? Ага. Спасибо. Да, Настюша, огромное спасибо. От Макса особое, потому что радости нет предела. Он меня уже целый час дергает. Мама, пошли снимать. Я свои подарки хочу уже разбирать и играть ими. Ну, наверное, мы Макса из кадра чуть позднее уберем. Он сейчас покажет то, что было для него самое-самое интересное. Ну, показывай. Это? Лего. Это Лего. Прошлую посылку, когда нам Настюша присылала, она ему прислала Лего с домиками. Там в трех вариантах, да, кажется, можно было построить домики. Макс их просто обожает. И сейчас, представляете, три варианта машин. Ну, решил, какую первую будешь делать? Я не решила, грузовик или машинку. В общем, ему нравится, с одной стороны, грузовик, но у машины открывается багажник. Должен открываться. Поэтому вот прямо ему очень-очень хочется. Ну, будем по очереди собирать, как домики. А катер мне очень хочется, потому что, может быть, он плавает. Да, катер ему интересен тем, что, говорит, вдруг можно с ним будет купаться. Настюш, огромнейшее спасибо. Мы еще от домика до сих пор прямо огромную радость испытываем, играем, да. И теперь у нас вот такой еще один конструктор будет. Ну, просто чудо, просто супер. Держи. Рад. Очень. Очень-очень рад, на самом деле. Это самое приятное, наверное, что он там пищал. Ну, давайте Максимкина еще покажем. Ты складывай пока вот рядышком. И показывай, что тебе прислала Настя. Что это? Блокнотик. Да, это даже не блокнот, а записная книжка. Нотбук. Вот такой вот мальчишечий вариант. Записи делаешь? Да. Да, у него сейчас тоже в жесткой обложке. Уже до середины дошла его тетрадка, где он делает записи свои личные. И вот такая в клетку будет следующая. Да? Вот такая красота. Ну, это я сама обожаю. Для меня вот все эти блокноты... Максу от меня досталась любовь к таким вещам. Ставь к стенке. Дальше. То, что было, как мы поняли, тоже для Макса. Четырехцветная ручка. Да, это он у меня просил, кстати, такую ручку, чтобы в одной можно было переключать цвета, и они тут будут разные. Фиолетовая, розовая, голубая и зеленая. Вообще, просто супер. Да? Рад? Очень. Очень. Макс, все на одно и то, да? Очень. Держи. Огромное спасибо. Да, огромное, Настюш, спасибо. Ну, такой сюрприз неожиданный, приятный. Мне неохота в кадр. Подвинь к стеночке. А то я боюсь, что я сейчас вывалюсь в кадр. Вот, если плотно к стеночке поставить, тогда у тебя все уместится. Дальше. Я думаю, это для Макса. Вот прям целый, вот такой вот арсенал бомбочек. Но это не просто бомбочки. Это бомбочки, которые нужно сделать... Самому. Самому, представляете? Своими руками. А тут есть разные формы. Да, тут у всех разные формы, разные ароматы. И все бомбочки сначала делаются, а потом используются. Что мне тут понравилось? Ну, это я вот сейчас покажу поближе для тех, кому интересен такой вариант. Ставьте на паузу, смотрите, как это делается. Мне понравилось то, что если даже бомбочка не получится, то ее использовать по назначению все равно можно. В составе натуральная морская соль, ничего плохого нет, все гипоаллергенно. Единственное, что нужно делать, их под руководством взрослого человека, ну, под присмотром взрослого человека. Ну, рассказывай, какие тут ароматы. Вот мы видим тут клубника. Здесь груша. Держи клубнику. Давай посмотрим грушу. Тут уже, видите, черепаха формочка. И последнее. Банан, яблоко и груша. Фруктовый микс. И вот форма ракушки. Ну, вообще супер. Прям такая красота. Настюша, спасибо. Огромное тебе спасибо. Как я люблю наборы. А машинку я очень хочу собирать уже, начинать. А ты открой, покажи пока формочку, а я покажу следующее, что было. Формочку? Ну, нет, вот, бомбочки открой и посмотри, как там, что там внутри входит в состав-то. Интересно же. И одна формочка. Пока Макс ищет, я покажу следующее, что прислала Настюша. Это соль для ванны. Релаксирующая соль. Вот она такая прямо красивая. Вот такая вот. Экстракт зеленого чая, масло лаванды, пачули, вообще. Ну, эколапа. Это органическая. Компания. Тут все-все натуральное и классное. Люблю я эту компанию. Помню, у нас были бомбочки от нее. Да. Никак не получилось. Да, боюсь порвать. Да ничего страшного. Тут просто вот так. Как конвертик открывается. Вот видите. Ой, как интересно. Вот тут, в общем, вот так вот надо открывать. Как? А дальше? Вот так. А, здесь вот так даже? Да. Вот. Ну, открывай. Показывай. В общем, вот сама ракушечка. Такая вот. Красивая. Что там еще входит? Ну, ты по-быстренькому просто достань ручкой. Мы покажем, чтобы их сильно не затягивать. А это, по-моему, мерзкая соль. И вот такие вот ингредиенты. Да, ну, тут понятно, где-то соль, где-то песок. Я шучу. Красивая. Вот тут прямо как мука. Есть краситель. И еще вещество какое-то. И какой-то еще аромат фруктовый микс. То есть и ароматизатор получается. Вот так вот. Все видно, да? И формочка. А его хватит на несколько раз, видимо. Ну, мы... Нет, тут не на несколько раз, а сделать одно, начинать делать другую, потом третью. То есть, на сколько хватит. Будет несколько бомбочек. Можем, если интересно, на Максимкином канале сделать и показать, как это будет. Потому что здесь написано Подожди секунд 15, затем слегка надави на дно формы и извлеки бомбочку. Также сделай следующие бомбочки. То есть, их будет несколько в итоге. Дальше. А вот дальше, наверное... Или как вы хотите. Максу в кадре оставить. Ну, давайте, пока еще Макс побудет немножко. Держи, будешь показывать. Рамка. Вот такая вот фоторамка. Либо эту рамку можно использовать для каких-то работ. Ну, например, вот у нас есть картина из песка. Сейчас Макс зевнет. Он нас засыпает. Замер. У нас есть картина из песка мы делали. Фреска. Фреска, да. Вот можно, например, такие вот вещи вставлять. Или фотографии. Это у нас тоже такого много всего хорошего. Очень красивая синего цвета рамочка. Дальше я вам сейчас покажу. Это мечта. Я очень-очень люблю органайзеры. Вы это знаете. Вы только посмотрите, что мне прислала Настя. Настюш, тебе за этот органайзер отдельное огромнейшее спасибо. Это, по сути, подвесная полка. Вот такая она классная, большая. Вешается в шкаф. И шапочки, варежки, платочки, разные там шарфики. Все-все-все можно хранить вот в таком вот красивенном органайзере. Правда? Да, смотри какой. Очень красивого розового цвета. Какой огромный! Да, да. Он будет, наверное, с холодильника. Ну, с ящик. Прямо с шкафа. Да это с наш шкафа. Максу нравится. Да он выше, по-моему. До потолка может дотянуться. Вот такой. Тут есть, наверное, размеры. Давайте посмотрим. 10 штук. 30 см на 18 см. Это ширина, глубина и 128 см. То есть почти 130 см. Чуть меньше Максимкиного роста получается. Максу у нас 140 см, а тут 130 см. На картинке уделит больше. Да, 10 секций. Ну, супер, конечно, супер. Ну, солнце уже у нас на Максимке. Давайте я вас разверну. И буду посмотреть уже все на столе. Я тут буду вокруг камеры бегать. Давайте поставим все вот так, чтобы было красиво. И посмотрим, что же еще Настюша нам прислала. Далеко Макс не убегай от нас. Он тоже тут разглядывает, ходит. Так, наверное, сделаем вот так. Солнышко будет, конечно, немножко в кадре мешаться, но... Ну, тут мешается, ничего страшного. Слишком ярко. Да. И давайте теперь покажу сначала, что же Настюша прислала косметического. Очень меня впечатлило вот такое средство. Это крем от Avene. Давайте я вам покажу на русском языке, что здесь говорится. Так, надеюсь, видно. Максим, ты мешаешь, свет дергается. Максим хотел полотенчика поправить, чтобы... Ну, давай, пробегай быстрее, ты же мне мешаешь. Кружится вокруг меня бегает. В общем, этот крем очень классный. Он подходит для раздраженной кожи. Он подходит на солнце от раздражения солнечного. Как для детей, так и для взрослых. Я думаю, что на лето это будет вообще просто спасение. Настюша мне написала, что она вместе с ребенком пользуется таким кремом все лето. В нем 200 мл. Это супер. И для загара, я так думаю, он классно подойдет. И... Чего, сынок? Максу понравился. Я думала, что-то сказать хочется. Он у меня крем забрал. Так я прорекламировала, что ребенок у меня и крем стянул. Классно. Да, хороший крем. Буду прям с огромным удовольствием летом пользоваться. Особенно я думаю, что во время загара это будет просто незаменимо. Дальше покажу целый набор. Кто не знает, что я люблю розу. Я люблю розу. Настя это знает, потому что я в каждом ролике пишу, что я люблю розу. Аромат розы. Ну и саму розу тоже. Настюша мне прислала целое трио. Бархатистая роза и персик. Лосьон для тела. Гель для душа освежающий. И также идет спрей. Спрей для тела. Я в Эйвен только купила. Тоже трио. Там клубника и белый шоколад. Я когда вот эту розу увидела, я от радости свое трио сразу подарила своей сестренке. Я говорю, у меня теперь есть роза, поэтому мне клубнику не надо. Так что, Настюша, спасибо огромное. Прямо очень-очень рада. Буду логоухать я розой. Ну, потому что розу я действительно люблю. Бывает так, знаете, хвастаешься, что вот это люблю, вот это люблю. И меня спрашивают, а что ты вообще, Света, не любишь? Ну, конечно, есть то, что я не люблю. Например, я к некоторым фруктам равнодушна. Но вот роза, ландыш, это я действительно люблю. И цитрусы я люблю. Так, сейчас покажу еще одно средство. Тоже от Эйвен. Это лосьон для тела. Нежный йогуртовый. Я такой покупала и дарила. Сама таким не пользовалась. Поэтому с огромным удовольствием тоже буду пользоваться таким вот классненьким лосьоном. Мне у этих лосьонов очень нравится бутылочка. Она такая прямо милейшая, как мини-бутылочка из-под молока. Макс не показывает тут одну вкусняшку, но я ее все оставляю на потом. Подожди чуть-чуть, я ее как интригу держу. Ему хочется вам показать самое крутое, что есть в посылке. Тогда вы у меня все сбежите. Так, от Органик. Кофе, да? Ух ты. В общем, планета Органика. Я тут отсвечиваю, в глаза аж светит это солнце. Это спрей для объемной укладки волос. Мне такие спреи пригождаются очень. Я когда челку ставлю, чтобы она у меня покрасивее смотрелась. И иногда придаю объем волосам прикорневой. Входит гватемальский органический кофе и аргинин. Я так думаю, что это будет очень-очень вкусно пахнуть, вот этот спрей. Буду пользоваться. Тут темно-коричневая бутылочка. Я сначала подумала, что это спрей коричневый, но нет. Так, сюда рядышком. Укладываем. Следующее, чему я была дико рада. Я сейчас использую маски, патчи от Skinlight, в которых 30 штук. У меня там прям несколько штучек осталось. Тоже мне прислала Настюша. Спасибо тебе, моя хорошая, огромнейшая. Потому что они оказались очень-очень классные. Я их как раз доиспользую. Прямо вот буквально. Там, может быть, на два раза осталось. И Настя прислала вот от такой компании. Я не буду, неправильно могу прочитать. Это маска тоже для области глаз. Но она идет уже не в патчах, а 25 мл уже можно самой наносить под глазки. Обещает незамедлительное увлажнение. И тут написано, что можно не смывать, тогда действие будет более продолжительное. Интенсивно увлажняющая маска для кожи вокруг глаз. Входит гиалуроновая кислота. Прямо супер. Получается, она еще и омолаживающий эффект будет иметь. Дальше. От Аура, если я правильно читаю. Это увлажняющий гель для душа. Самое лето, морской. Подходит и для мужчин, и для женщин. Морские минералы. Я на лето такое люблю. Вообще, я люблю все, что связано с морскими ароматами. Поэтому, Настюш, спасибо, спасибо. 260 мл. Ну и приятно, приятно. Действительно пахнет таким вот чем-то свежим морским. Супер. И подходит он по аромату нейтральный. И мужчина с удовольствием будет пользоваться, и женщина. Дальше. Крем для рук. Посмотрите, какая красота. Вот такой вот яблочный. Apple я смогла прочитать. И здесь написано Крем для рук. Яблоко 90 мл. Вот такое. Это Корея. Корейская фирма. С огромнейшим удовольствием буду использовать. Такое необычное. Все, что необычное, мне очень-очень нравится. Спасибо, Настюша. Огромное тебе спасибо. Радости нет предела. Ну и давайте я вам все-таки покажу, что Максимка-то хотел показать. Я была уверена, что это Чокопай. Даже не стала не открывать ничего. Максимке, говорю, сладость приехала. А Макс мне говорит, что Мама, тут написано Хэнд Крем. То есть это же крем для рук получается. А здесь еще написано Донат Ит. Не есть. Да, там еще написано не есть. И представляете, я развернула, когда оказалось, что действительно это крем для рук 30 мл. Терпеливо держались до последнего. Решили открыть вместе с вами. Давайте смотреть, что же тут за такой крем для рук. Потому что для меня такие оригинальные баночки. Ой, какая минишка. Прям Чокопай. Посмотрите, прям как будто сейчас шоколадом испачкаюсь. Я даже проверяю. И на ощупь прям шоколад как будто. И снизу даже такие разводы будут прижаты. Да, да, да. Посмотрите, какое чудо. Ух ты. Макс нам уже даже в кадре. И вот такая красота. Ой, Настюш, спасибо. Вот такой вот крем класснючий. Вот он. Ну, баночку я сохраню. Да. Ну, держи. Макс уже прямо в кадр залез. Я его сейчас съем. Да, прям как будто шоколад в руках. Ага, даже такой прорезиненный. Вот это шоколад. Ага. Ощущение, что сейчас шоколадом испачкаешься. Вот такая красота. Аромат обыкновенный косметический. Нету такой вот прямо ярко выраженной отдушки. Но дизайн обалденный. Дизайн прям Чокопай. Может сделать даже шутку. Вот хочешь Чокопай? Да, мне кажется, если вот так вот предложишь, предложишь человеку, попытается откусить. Ага. Тут главное теперь следить, чтобы Макс не съел. Да. Вот такая красотень. Супер. Я никогда так не видел правдоподобной еды. Ага. Вот такая сладость. Еще такая рекламка, будто это Чокопай. Да. Чуть Макса не скормила. Вот хорошо он заметил. Да. Я прошлую посылку от Леры чуть не разбила бальзам. Думала, это попрыгунчик. А здесь Чокопай. А то чуть не съела крем для рук. Так что, девчонки. Скоро я у вас вот все посъедаю и поразбиваю. Но на самом деле радости нет предела. Потому что когда такие вот мимишиства приходят, аж пищать охота от счастья. У меня есть зеркальце. У меня фиолетовые сумочки, Макс, принеси там. В кармашке. Вот мне кажется, если этот Чокопай положить рядом с моим зеркальцем, это будет просто вау, как круто и классно. Ты далеко убежала в коридоре. Следующее. Вот такие салфетки были для снятия макияжа. Номер один в Японии написано. Чему я очень-очень рада. Я никогда не снимала макияж салфетками. То есть я буду впервые использовать. Здесь 10 штук. И они действительно японские. Там в боковом кармашке, в большом отделении. Вот такая красота. Давайте салфетки я вот сюда положу, чтобы их было тоже видно. Дальше. Вот такая маска. Кофе с молоком. Сейчас, подожди немножко. Я покажу. Макс уже нашел. Сейчас покажет. Вот такая маска для лица. Кофе с молочными протеинами. 21 грамм. И здесь она идет тканевая. Вот такая классненькая. Спасибо. Спасибо, спасибо. Следующая. Это патчи для глаз. Вот такие. Их здесь. Наверное, два. Я сейчас не вижу. Вот так вот поближе покажу, какие. Подушечки для кожи. 6 грамм. Работают на увлажнение. Буду с огромным-согромным удовольствием увлажнять глазки. Потому что за глазками нужно следить и следить. И вот такой вот пробник от Виши. Это корректирующий макияж для жирной и проблемной кожи. 3D. Это первая тональная основа пробника. Тональный пробник. Это хорошо. С огромным удовольствием попробуем. Тон 15 опал. Обязательно потестируем. Но показывай. Это похоже тоже на чокупай. Да, вот видите, у меня какое зеркальце. Как вам показать? Вот. Вот такое вот оно интересное. Печенька. Как шоколадная печенька. Вот если вот так его открыть, то тут расчесочка, которую можно снять. И с этой стороны зеркальца. Я им крайне редко пользуюсь. Но вот бывает, что на полочку люблю ложить. И смотрится прямо как настоящая печенька. И представляете, вот они вдвоем как будут так на солнышке. Как красиво, аппетитно смотреться. Да, вот так вот. Солнышко сейчас обманывает, так вот бегает. Почему? Я вот думаю, если ее упаковать в упаковку из-под чокупая и сложить туда, то если ты ее откроешь, даже не заметишь, что это бальза. Ты... Ну да, попытаешься съесть. Это точно. Так, дальше. Так, немножко я нагну. В отношении зеркалец. Свои убираем. Потому что ко мне приехала еще одна зеркальца. Оно такое классное. Сейчас оно так будет зеркалить, наверное. Потому что оно, представляете, прямо как слиток золотой. Вот эти, сплошное золото. Сейчас я вам покажу. Вот такое вот прямо. Можно даже не открывать. Это вот вторая сторона, представляете? Можно вообще не открывать и смотреться как в зеркале. Я вам сейчас Макса покажу. О, дали. Поймала, поймала Макса. Всем привет. Я вас вижу. Вот так. Ну и, соответственно, внутри есть два зеркала. Ух ты. Вообще просто супер. Я его спрячу. Вот сюда. Чтобы она сильно не могла аплодировать довольный. Так что я буду с таким шикарнейшим зеркалом. И помимо настоящего, самого настоящего письма для нас с Максимкой, были несколько вещей для творчества. За что, Настюш, тебе огромное, огромное спасибо. Первое я вам покажу. Это вот такие салфетки для декупажа. Вот здесь нарисованы какие орнаменты. Называется набор Яркий Микс. 12 штучек. Вот такой вот оригинальный декупаж. Салфеточки. Также Настя прислала мне вот такую красивую и очень удобную, многофункциональную, буквально шкатулочку. Видите, она с ножками. Причем такие шкатулки, как я поняла, можно даже и несколько иметь. И ножки, видите, вставляются. И можно прямо домиком выстроить. И полная она бусина для украшения твоих чудесных игрушек-зверюшек. Представляете, она полная бусин. Причем бусины-то такие тут, которые, я думаю, что не игрушкам, а себе интереснее. Какие они красивые. Прям камушки. Да, потому что тут, как я поняла, все натуральные камушки. Правда? Да, можно делать браслетики и украшения. Не только зверюшкам моим, но и себе любимой. Вот, представляете, тут прям разные-разные интересные бусинки. И я думаю, я себе браслетиков наделаю. А зверюшки-то перебьются. Да? Ну, посмотрите. Мне бирюза нужнее же, правильно, чем зверюшкам. Вон какая красота. Ну, зверюшкам ладно. Если остаточки перепадут, то перепадут. Остаточки! Да, ну тут реально много. Они все такие красивые. Можно комбинировать и делать очень-очень красивые украшения. Сто лет я уже не занималась украшениями. Вот такие вот бусинки. И даже есть вот такие. Так что мама будет у Макса. Самая красивая красавочка. Вот такие вот. Настюш, спасибо! Спасибо огромное! Даже Максу понравились. Он там попискивает, сидит. Потому что красивая мама нужна каждому мальчику. Ну, и то, что Настя мне писала какое-то время назад, что пришлет мне ткани. Она мне их прислала. Настюш, спасибо огромное! Буду использовать. Ну, и также коротко совсем покажу вот так пакетик. Потому что, по-моему, меньше всего интересен. Для меня это очень-очень интересно. Это разные ленточки, разные кружева, которые Настя тоже со мной поделилась, чтобы я использовала в работе. Тоже отдельное. Огромное-огромное тебе, Настюше, спасибо! Вот такая была шикарнейшая, неожиданная посылка-сюрприз от Настюши. У Настюши есть свой канал. Причем очень интересный канал. У нее замечательная малюсенькая дочка. У нее очень заботливый, хороший супруг. И вообще, мне очень нравится смотреть ее видео. Я обязательно ссылку оставлю под роликом на канал Настюши. Бывает, по какой-то причине ссылки не открываются. Девочки, если вдруг не открываются, пишите. Я буду каждому еще отдельно давать. Потому что бывает такое, что мне потом пишут, что не могут пройти на канал. Ну и, конечно, я, Настюш, тебя попрошу, напиши комментарий обязательно под этим видео, чтобы на всякий случай девочки, кто хочет с тобой познакомиться, смогли через твой комментарий к тебе заходить. То есть уже нажимая на тебя и перебегать на твой канал. Шикарная посылка. Будем радоваться. Макс, наконец, сейчас заберет свой набор и будет делать лего. Строить. У него ручки уже тянутся. Хотя видно. Ну, бери, бери. Он уже тянется и будет строить. Ну, построишь, покажешь на своем канале? Да. Да, Максимка покажет на своем канале. Ну, а мы, наверное, с вами прощаемся. Да? Да. Всем до новых встреч. Всем спасибо за внимание. Настюше огромное спасибо за подарки. И всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok